Всем привет! Сегодня у нас очередной видос для ленивых людей, которые не хотят тратить много времени и денег на то, чтобы покушать в выходной день. А еще, кстати, если ты вот прям срочно жизненные необходимые тебе покушать, то точно подходящие рецепты. Для него нам понадобится вкусная свежая булочка, желасина длинный батончик, но это не принципиально, какая есть. Майонез, кусочек сыра, помидорки и завалявшиеся еще с Нового года шпоротики. Собственно, мы будем делать бутерброд. Наверное, вы уже и сами догадались. Для этого мы берем булочку и режем ее. Как говорит эксперт за кадром, хлебушек должен быть толщиной 1,5 см. Да простит меня Боб с глазомером у меня не очень, поэтому как получится, так получится. Минус свежей булочки в том, что она вот так вот вся крошится. Это была не самая лучшая идея купить ее, зато пахнет. После того, как мы прибрались, изрядно накрошили, начинаем собирать наши бутербродики. Мажем их чуть-чуть воинезиком. Равномерно распределяем. Чтобы они нам не мешались, уберем сразу форму, которую мы смазали для этого маслечка. Бутерброд не падает маслом вниз. А сколько, интересно, шпротинок в банке? А то я тут хлеб-то нарезала, а вдруг там всего 8, например. Чего с вами не разговариваешь? Ну, мне сложно как дебилка с тобой с тобой разговаривать. Я тебя что-то спрашиваю, а ответ тишина. Я каждый день так сам с собой разговариваю. Ну, извини, ты же не задаешь вопросы какие-нибудь зрителям своим. Ты вообще смотрела программу Юлии Усоцкой? А там готовят и базарят с тем, кто потом с ней ест. А с Юлией бабочной никто разговаривать не хочет. Какого черта? Я забыла, что Кость потом? Положим сейчас шпротик сверху, дабы они не скользили с помидорок. Фу, тут масла много. Это на сморке или у меня ничем не пахнет? Пахнет очень даже вкусно. А я не чувствую. Берем волшебную вилочку, достаем малюсенькие шпротинки и кладем их на булочку. А надо там масло сливить. Начнем с одной, потому что фиг знает сколько шпротин там оператора не падает. Ты еще совсем немного выпьешь. Странно, что кот от запаха рыбы нерет. Какой-то неправильный кот. Зажрался совсем. На самом деле выглядит мне вообще не аппетитно. А на вкус вкусно. Шпрот. Я втайне надеюсь, что здесь останется мало шпрот. Ой, ну точнее, шпрот не останется, а булочка останется. Я просто надеюсь, что любую себе шпрот. А шпроты это что, кирка? Костик, какой-то тупой оператор, не знает ни из чего сделаны шпроты. Ни сколько там шпротин. А почему шпроты называются шпроты? Блядь, а что, моряк что-то? А что нет, что ты же с Кепом общаешься? Вдруг он тебе про шпроты затирал. И вообще, это же твое почти что любимое блюдо. И ничего не знаешь, это сравнивать. Вообще нет. Ну вот, собственно, шпроты кончились. Остались только шпротные холосты и вонь. Теперь будем тоненько-тоненько резать помидорочку. Но, поскольку мужчина в нашем доме не наточил ножи, вряд ли получится тоненько. Так тот большой, я и не могу. Нарезали помидорочку. И теперь просто кладем сверху. Ну и сверху все покрываем кусочком сыра. Собственно, самая сложная часть этого великолепного блюда закончена. Теперь нам нужно просто в разогретую духовку засунуть в нашу формочку. Подождать, когда расплавится сыр и готово. Маленький бонус для тех, кто не хочет есть шпроты с пивом, а хочет рыбу с молоком. Делаем быстренько молочный коктейль. Для него нам понадобится клубничка, пара бананчиков, молочко и мороженое. Так. Не сахуй. Пожалуйста, ты вот шпроты не ухолокни, вкусно не сахуй. Вкусно. Ты же жрал шпроты. О, съел кусочек хлеба. Ты съел хвосты шпроты. Она потянула меня вниз. Мне кажется, это готово. Ты точно будешь? Собственно, шпроты тоже готовы. Поскольку Александр Рильгенев считает неслисообразным кушать бутерброд на камеру, просто посмотрите на них и приготовьте себе их сами, потому что это действительно очень вкусно и быстро, и дешево. И, короче, давайте кушать. По скрипту номер один, чтобы ваша шпротинка не сходила в булочке, лучше положить ее непосредственно на булочку без участия майонеза. Здесь у вас будет булочка, шпрот, кина, потом помидорка, майонез и сыр. И тогда у вас все будет тики-брики. Или это сюда неуместно? Да. На этом по скриптуму один закончим. По скриптуму номер два. Забыла сказать, что вы просто обязаны подписаться на канал, поставить лайк, сообщить нам о том, что вы, например, уже кушали это, и зачем мы вам показываем такие дурацкие рецепты. Ну, наоборот, сказать, что это очень вкусно, вы обязательно возьмете это на заметку. Всем пока! Приятного аппетита! Вот, собственно, и все. Всем пока! Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok